Краевой летний фестиваль «Вперед! В ФСК ГТО» стартовал во Владивостоке. Крупные мероприятия по сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» проводятся уже второй год подряд. В этот раз в фестивале участвуют учащиеся 11-15 лет из 8 муниципальных образований края. На протяжении трех дней школьники будут выполнять нормативы комплекса в плавании, стрельбе, беге и других испытаниях. Как отметили представители регионального центра ГТО, задача на мероприятии выявить сильнейших для формирования сборной «Приморья». Она, в свою очередь, поедет на третий всероссийский этап, который пройдет осенью в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым. Тестирование участников будет проходить до 23 июня включительно на площадках спорткомплексов «Олимпийца Динамо», а также стрелкового тира в Центре спортивной подготовки населения. Любители экстремального плавания преодолеют Амурский залив. Ежегодный марафонский заплыв в открытой воде на 12-километровую дистанцию пройдет во Владивостоке. Испытать свои силы в Японском море собираются порядка 300 человек, в том числе и гости из других стран. Спортсмены переплывут Амурский залив от мыса Песчаного до мыса Бурного. Также начинающих пловцов ждет и более легкая версия испытания – дистанция в один километр. Дополнительно будет предусмотрен командный зачет для коллективов с пятью спортсменами. Все участники смогут использовать специальное снаряжение, например, ласты, маску, дыхательную трубку и гидрокостюм. Абсолютный победитель, заплыва на 12 километров, будет награжден ценным призом в 30 тысяч рублей. Само экстремальное испытание пройдет 24 июня. Прогнозируемая температура воды в этот день от 15 до 18 градусов Цельсия. Первенство ДВФО по дзюдо пройдет во Владивостоке. Крупные соревнования станут частью отборочного этапа восьмой летней спартакиады учащихся России. На ковре спорткомплекса Олимпиад с 25 июня сойдутся лучшие бойцы Дальнего Востока в возрасте 14 и 16 лет. Свои силы покажут как юноши, так и девушки. Из числа победителей и призеров будет сформирована сборная, которая представит округ на всероссийском финале спартакиады, который состоится в августе в городе Армавир. Напомню, что в нашей стране возрождение спартакиад учащихся началось в 2003 году. По сути, это многоэтапные самые крупные комплексные соревнования в России, которые проводятся в целях развитии и популяризации спорта, причем именно олимпийских дисциплин. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.